Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами узнаем, как сделать вот такую вот картинку. Весь прикол этой картинки заключается в том, что она многослойная и под разным углом можно увидеть, что в ней, вуаля, 4 слоя. Ну даже 5, можно фонт не считать в принципе. Так вот, что нам для этого понадобится? Нам понадобится, естественно, вода, акварельные краски. Я использую дополнительно краски фирмы Эколайн или Эколина, как их кто больше привык называть. Также нам понадобится, конечно, кисть, линейка, скотч, карандаш и белая ручка для звезд. Ну и еще можно сделать маленький кораблик. Вот такой. Такую рамку можно купить в Икеи. Стоит она не очень дорого. У нас она стоит где-то в районе 5 евро. Называется она Риба 23 на 23 сантиметра. Обратите внимание, что она глубокая. Она есть в каждой Икеи. Есть, кстати, разных размеров, поэтому если понравится, можно поэкспериментировать с большим размером. Ну, а пока мы делаем простенькую 23 сантиметровую. Самое неприятное, это вот эти лапки открывать. Можно руки пожарить. Так. Итак, у нас есть задняя фанерка. Она пока нам не нужна, мы ее откладываем. Вот этот листочек можно использовать как палитру и смешивать на ней краски. И дальше интересно. Дальше у нас есть вот такой подрамник. И вот отсюда можно вынуть вот это. То есть получается, что листы мы будем вклеивать по вот этим вот сторонам. По трем сторонам. Вот этой, вот этой и вот этой. Что нам нужно сделать? Нам нужно понять. Это мы пока тоже откладываем. Это нам пригодится в самом-самом конце. А сейчас нам нужна вот эта часть и вот эта. Самый легкий способ, который я для себя нашла в изготовлении этих картинок аквариумов, это сделать вот такую штуку. Наложим рамку на подрамник. И обведем внутренний край. Подрамник нам пока больше не нужен. Итак, у нас появилась вот такая рамочка. И примерно по полсантиметра у нас отступает по нашему обведенному краю. Нам нужно обрезать эти края, чтобы у нас получилась такая вот заготовка. У меня она уже есть. Вот она. И на ней у меня подписано, что первый слой 5,5 см, второй слой 9,5 см, третий слой 12 см и четвертый 15,5 см. Рассчитано это исходя из моей самой первой картинки, где меня полностью устраивает композиция, что корабль примерно в середине и где-то одна треть это небо. Если вам нужно сделать другое соотношение, пожалуйста, пробуйте. Но сегодня мы будем делать по моей изученной схеме. Итак, в общем-то мы готовы приступать к написанию волн. Нам понадобится для этого бумага. Итак, что нам нужно дальше сделать? Если вы еще не обрезали свою первую рамочку, то на четырех листах вам нужно ее обвести. Соответственно, когда мы нанесем сюда волны, мы приложим уже другую заготовку с обрезанными краями и обведем ее с обратной стороны, а эти края загнем, но об этом чуть позже. Обратите внимание, что у нас есть один слой в 5,5 см, в 9,5 см, в 12 см и в 15,5 см. Соответственно, если здесь у нас 23 см, то мы можем на одной страничке сделать несколько слоев. У меня вот одна заготовка уже готова. Это 9 см. Значит, мы можем сделать на одном листе, например, 12 см и 5,5 см. Как будет идти волна, это все на ваше усмотрение. Здесь нет никаких правил, здесь нет никаких хитростей или тонкостей. Если вы будете делать кораблик, как и я, и будете его наклеивать сверху, то на слой 12 см вам нужно будет оставить здесь такую горочку, чтобы потом приклеить на нее это. Итак, сначала мы намочим лист и дальше волшебство. Переворачиваем лист и делаем 5,5 см. 5,5 см будет самый нижний, поэтому он должен быть самый красивый, потому что он будет виден абсолютно весь. Пока у меня высыхает наши два слоя, можно сделать, немножечко стилизовать кораблик. Нанести на него как будто бы пену, что ли, немножечко воды. Потому что пока мы делали первые слои, и наша вода немножечко подкрасилась. Также можно сделать небольшую тень вот тут. Также я советую вам вот здесь по бокам немножечко тоже покрасить. Это будет последняя волна. Не забываем играть с формой, потому что если сделать все слои прямые, получится немножечко скучно. Пока сохнут наши волны, сделаем заднюю часть картинки. Помните, мы с вами держали в руках вот этот квадратик и нарисовали на нем небольшие отступы. Теперь мы их обрежем. У меня уже есть обрезанный вариант. И расчертим новый лист прямо по нему. На нем мы нарисуем звездное небо. Для этого нам понадобится более темный и синий акварель. Я буду использовать шминки. Акварельный набор Харадан, который я составляла сама. Итак, наши волны высыпли. В самом начале мы с вами говорили про вот этот квадратик. Если вы его уже обрезали, тогда нам ничего не мешает, чтобы завершить нашу картину. Возьмем одну из наших волны. Приложим. Ага, с каждой стороны примерно по полсантиметра. Отлично. Обычно для простоты использования этих волны я обрезаю по первому квадрату. По верхней кромке иногда остаются белые следы. Обычно я их не срезаю для того, чтобы показать таким образом пену. Но если вы хотите прямо чистую-чистую волну, тогда вы срезаете все чуть-чуть ниже, буквально на миллиметр. и теперь мы вырезаем 12-сантиметровых. Не забываем о том, что нам нужно место, куда мы приклеим наш картинок. вот сюда, да и поместится наш кораблик. Будет это выглядеть примерно вот так. итак, первая волна. Примерно посередине располагаем маленький квадрат, прижимаем и обводим ручкой. Ручкой, а не карандашом, по той причине, что нам нужно немножечко вдавить бумагу. Тогда нам будет легко сложить края. Края достаточно маленькие, и акварельная бумага, особенно обладающая такой плотностью, как у меня, просто так не согнется. Сгибаем края. Чтобы было удобнее вклеивать нашу первую волну, вот здесь лучше всего полукругом срезать углы. Берем внутреннюю рамочку и смотрим, как встает наша заготовка. Вдавливаем ее до самого дна, и теперь нам нужен скотч. Поклеить нужно все три стороны, и ту часть, которую мы загнули у оригинального рисунка, она будет являться барьерной для следующего слоя. То есть следующий слой мы заклеиваем там, где заканчивается наш отворот предыдущего слоя. Вот что у нас получилось. То же самое мы проделываем со всеми слоями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так вот и готовы наши слои. теперь давайте доделаем наш задненько или немножко белой краски я использую гуашь потому что акварель слишком прозрачная нам нужно все таки чтобы звезды было видно немножечко обмакиваем и теперь как будто пепел стряхиваем сигарет когда нам нужны будут более мелкие звезды мы будем стучать по кисточке вот все таки вырезать ее по рамке которую мы начертили ранее я не сильно в астрономии поэтому созвездие я выдумываю но если вы делаете такую картинку например в подарок то можно узнать у человека какое у него любимое созвездие какая любимая звезда или кто он по знаку зодиака и нанести сюда именно те созвездия которые будут приятны этому человеку но я как говорится буду наносить их от балды готова ну что ж самый ответственный момент для завершения картинки нам понадобится сама отогните до конца лапки и вставляйте рамочку проверяем и закладываем последний слой чтобы все таки ничто никуда у нас не уехало я предлагаю вам заклеить вот так по бокам скотчем ну что ж можем закрывать готово по моему получилось супер теперь только нужно руки отмыть ну что и напоследок хотелось бы поблагодарить вас за внимание ставьте лайки подписывайтесь я вернусь еще с новыми мастер-классами с новыми рисунками и давайте дружить дарите вашу любовь близким дарите подарки делайте их сами и все добро к вам обязательно вернется всего доброго и еще раз спасибо вот Субтитры создавал DimaTorzok